Книга «Открытым оком», том 22, тема «Вера», вопрос 3495. «Какое событие в жизни человека более всего содействует его правильному рассуждению о жизни?» отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Чужая смерть, когда человек её примеряет к своей жизни, слова о смерти звучат уже в раю. И снова о смерти напоминается в раю. 503 раза в Библии упоминается о смерти. Бытие 2.17 «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь». Откровение 21.8 «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, учись в озере, горящим огнём и серую. Это смерть 2. Сирах 41.1 О смерть, как горько воспоминание о тебе! Для человека, который спокойно живёт в своих владениях, для человека, который ничем не озабочен, и во всём счастлив, и ещё в силах принимать пищу». Сидела мать у колыбели, дитя спало, но в странном сне его уста уж не олели, а будто улыбались мне. Свеча бросала отблеск бледный, ребёнок бледен был лицом. Я думал, спи, малютка бедный, пока ты с горем не знаком. Придёт пора, и вспыхнут страсти, в сомнениях истомится ум, и станет рваться грудь на части, и лоб наморщится от дум, и, может быть, среди обмана, надежд напрасных и сует. Ты пожалеешь слишком рано о том, что был рождён на свет. И я на мать взглянул уныло, увидел слёзы на глазах. Лицо её так грустно было, так много скорби на устах. Я подошёл, передо мною лежало мёртвое дитя. А мать качала головою и в холод бросила меня. 1841 год. Николай Платонович Огарёв. И страх берёт, что чувство схоронилось, по нём в душе печально, холодно, как в доме, где утрата совершилась. Хозяин умер, пусто и темно. Лепечет поп над гробные страницы, и бродят в комнатах все пасмурные лица. 1844 год. Николай Платонович Огарёв. Вхожу я в церковь, там стоят два гроба, окружены молящимися оба. Один был длинный гроб, и виден в нём. Я мертвеца с измученным лицом, с улыбкою отчаяния глухого, и кости лишь до кожи, так худого. Казался он не стар, но был уж сед, как будто бы погиб под нож и бед. Бледна, как он, и столько же худая, стояла возле женщины, рыдая. И дети нищие, но мертвеца, смотрели с детской глупостью лица. А гроб другой был мал, и в нём лежало. Дитя так тихо, будто задремало. Отец и мать у гроба, а вокруг, одетых в траур, было много слуг. Печально мать-красавица молчала, то плакала, то тяжело вздыхала. Отец в себя оказался углублён, и всё шептал, зачем он был рождён. И я тоске не в силах был сносить. Я вышел вон, и в лес ушёл бродить. И ветер был, и тучи тяготели, а на корнях треща качались ели. 1849 год. Николай Платонович Огарёв У гроба твоего в торжественной печали Безмолвно я стоял и думал в тишине. Ведь тело мёртвого давно не новость мне, А слёзы на глаза невольно выступали. Всё та же комнатка, знакомая, где ты Свой отжил век среди лишений и мечты. Одна свеча горит, печален угол бедный, И труп передо мной лежит худой и бледный. А как твой мёртвый лик спокоен и прекрасен, Седые волосы, а умное чело Застыло, словно воск и бело и светло, И взор, хотя закрыт, окажется, что ясен. Улыбка скорбная прошла не без следа, На грудь раскинулась седая борода. Рубашка белая, потом худые руки, Да, знаем, умер ты от затаённой муки. 1857 год, Николай Платонович Огарёв